Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с виртуальной машины гипервизора Параллель. Как создать и настроить виртуальную машину с операционной системой Windows в macOS? Параллель-десктоп для Mac – это решение в области виртуализации для операционной системы macOS. Программное обеспечение для виртуализации позволяет запускать различные операционные системы внутри macOS, а также их программное обеспечение. Это дает возможность запустить Windows или Linux как приложение. Программное обеспечение Параллель-десктоп создает образ виртуального диска в системе macOS. Эти файлы в процессе работы могут быть повреждены и в итоге запуск виртуальной машины стаёт невозможным. В таком случае возникает вопрос, как восстановить данные файлов hddhds. Далее в видео я покажу, как создать виртуальную машину на примере операционной системы Windows и с помощью какого программного обеспечения можно восстановить данные с файлов виртуальных дисков hddhds. Если вы ещё не работали с Параллель-десктоп, сперва её нужно скачать и установить. Программа доступна в App Store и на официальном сайте. Далее нужно скачать Windows. Сделать это можно через саму программу или скачать образ сайта Microsoft и создать загрузочную флешку. Запускаем программу, здесь выбираем способ установки, получить Windows от Microsoft, установить операционную систему с диска или флешки или перенести Windows ПК. Продолжить. Далее выбираем соответствующий образ. Снимаем отметку для ввода лицензионного ключа. Версию. Указываем имя и путь, куда сохранить файлы виртуальной машины. Создать. После начнется загрузка машины и процесс установки операционной системы. Следуем шагам установки. Процесс ничем не отличается от обычной инсталляции системы. Подробнее о том как установить операционную систему смотрите в отдельном видео, ссылка будет в описании. По завершению машина перезагрузится и будет готова к работе. Для дополнительных настроек кликните по шестеренке в окне центра управления параллель. В настройках железа можно изменить размер диска, создать новый, изменить тип диска, включить или отключить функцию Trim. Во вкладке резервного копирования настроить расписание моментальных снимков. Моментальный снимок памяти это фиксированное состояние гостевой операционной системы сохраненной в определенный период времени. Снимки могут создаваться вручную или автоматически во время работы виртуальной машины. Чтобы создать снимок системы откройте вкладку меню Действия Actions Сделать снимок. В открывшемся окне укажите имя снимка и нажмите ОК. После создания снимка вы можете продолжить работу с виртуальной машиной и вернуться к созданному снимку в любой момент работы. Чтобы вернуться к снимку откройте действия Вернуться к снимку. Здесь выберите хотите ли вы сделать еще один снимок, чтобы сохранить текущее состояние виртуальной машины или сразу перейти к предыдущему снимку без сохранения. Загрузив снимок вы сможете вернуть состояние машины на момент создания снэпшота. Таким образом можно вернуть случайно удаленные файлы с виртуальной машины или отменить настройки после которых она перестала грузиться. Если это не помогло и виртуальная машина по-прежнему не загружается, при загрузке появляется ошибка и доступ к данным не доступен, вернуть утерянные файлы вам поможет программа Hetman Partition Recovery. Программа поддерживает все популярные форматы файловых систем и поможет восстановить данные в случае удаления, форматирования, программных и аппаратных сбоев и других ситуаций с потерей информации. Для восстановления данных вам нужно найти где хранятся файлы виртуальных машин, скопировать их на компьютер с операционной сетей Windows, установить и запустить программу. Затем подгрузить файлы в программу и просканировать виртуальный диск. По умолчанию файлы виртуальной машины хранятся по такому пути. В папке Parallel лежат файлы нашей виртуальной машины. Если в каталоге по умолчанию их нет кликните по машине правой кнопкой мыши и выберите Show Finder. Так вы сможете найти папку с файлами виртуальной машины. Далее файлы нужно перенести на компьютер с операционной системой Windows, к примеру по сети. Для того чтобы получить доступ для ПК с Windows к Mac нужно изменить некоторые настройки параметров сети. Для этого жмем по яблоку и открываем системные настройки. Переходим в раздел Sharing. Здесь устанавливаем отметку напротив File Sharing. Далее открываем Options. Устанавливаем отметку напротив SMB и нужного пользователя. Затем нужно добавить расшаренные папку с файлами виртуальной машины. Для этого жмем по плюсу и указываем путь к папке. Добавить. И после устанавливаем разрешение для соответствующего пользователя. Теперь можно подключиться с компьютера с Windows к Mac по сети. И скопировать файлы виртуальной машины. Запускаем Hetman Partition Recovery и начинаем процесс восстановления. Первым делом нужно смонтировать файлы виртуальных дисков. Для этого в окне программы открываем вкладку меню. Сервис. И выбираем монтировать диск. Здесь есть два способа монтирования диска RAV образ если нужно смонтировать обычные диски. И виртуальные машины. Здесь вы можете видеть список файлов и программ, которые поддерживает наша программа. Отметьте соответствующий тип образа. В моем случае это файлы параллель. Укажите путь к папке с файлами виртуальных дисков. Тех которые мы скопировали смарт. И нажмите выбор папки. Также можно смонтировать файлы в программу прямо по сети без копирования на диск компьютера. Для этого просто указываем сетевой путь к файлам на mac устройстве. И жмем выбор папки. Программа подгрузит все файлы виртуальных машин, находящиеся в данном каталоге. Файл диска, который используется машиной на текущий момент, помечен как активный. Файлы моментальных снимков имеют отметку Snapshot 1 и Snapshot 2. Если виртуальная машина имеет несколько дисков, второй накопитель имеет свое имя. Активный файл диска и свои файлы моментальных снимков. Здесь отметят те диски, с которых вы хотите вернуть утерянную информацию и нажмите далее. После чего они появятся в окне программы. Для запуска поиска данных кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите открыть. Далее выберите тип анализа. Для начала рекомендуется быстрое сканирование. Если программе не удалось найти нужных файлов запустите полный анализ. Программа нашла и отображает все файлы, которые лежат на данном накопителе. Красным крестиком помечены те, которые были удалены. Кликнув по файлу можно посмотреть его содержимое в окне предварительного просмотра. Если вам известно имя нужных файлов, функция быстрого поиска по имени поможет их найти. Далее отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите Восстановить. Укажите диск куда сохранить файлы и нажмите Восстановить. С помощью Hetman Partition Recovery вы также сможете восстановить и файлы виртуальных жестких дисков ПВМ, HDD, HDS, которые повреждены или вы случайно удалили. У нас на канале есть детальное видео о том, как восстановить данные с macOS. Ссылка будет в описании под видео. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают от атак и бомбардировок Российской Федерации. Безумный путинский режим напал на мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию, пожертвуйте средством фонд, повернись живым. Сканируй QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео и перечислите и любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление и поможет противостоять преступной российской агрессии.